В Ленобласти подходит к концу съемки художественного фильма. Называется он «Жили-были» на протяжении двух месяцев. 80 членов съемочной группы жили практически оторванными от цивилизации. И перед самым отъездом кинопроизводителей навестил мой коллега Антон Старков. Ну, с конца делают капустники тоже. С конца делают кашу, пшовно очень вкусно. Последние два месяца жизнь Бабы Гали полна хлопот. Подъем ранним утром, затем дров нарубить, печь, растопить, еды для дорогих гостей приготовить. А гостят же у нее все сплошь режиссеры, продюсеры, да и именитые актеры. Просто у Бабы Гали во дворе кино снимают. Самое необычное, что я рада, что я познакомилась с артистами. Вот самое такое необычное. Я никогда не думала и мечтала. Даже и во сне не приснилось ни разу бы. Вот это самое, что не есть. Это насыщенное, можно сказать. Фильм «Жили-были» – это трагикомедия о жизни в почти вымершей русской деревне. Трое главных героев – это старики, которые на фоне общего упадка продолжают жить и любить. Жить поддерживает отношения. Более того, пытаются развить отношения между мужчиной и женщиной. И в то же время комичная ситуация заключается в том, что друзья с детства бьются за женщину в деревне, которые в принципе не общались до этого. За два месяца производства картины Галина так породнилась со съемочной группой, что в шутку всех, без исключения киношников, теперь называют своими внебрачными детьми. И это взаимно. Когда баба Галя поранила ногу, пожалела, что рассказала. Пришлось ехать в больницу и пропускать целый съемочный день. Ирина Розанова и баба Галя теперь едва ли не лучшие подруги. Заботятся друг о друге. Даже по сюжету фильма «Дом Галины» это жилище героини Розановой. А сама Ирина видит в своей роли настоящую русскую женщину, которая и коня на скаку, и в избу горящую. Ну, прямо как баба Галя. У меня есть момент, когда я тут по крышам лазила, уже там с молотком, а молоток килограмм 10, потому что он весь железный. Вот, крышу чинила, поэтому все прекрасно, да? Наши женщины такие сильные. Московская актриса вместе со всей съемочной группой уже почти месяц живет в Шондовичах, буквально в диких условиях. Горячая вода только из ковшика, удобство на улице. В радиусе нескольких километров ни телефонной связи, ни интернета. На съемочную площадку бывает, по ночам забредают волки или медведи, а в местных лесах по преданию водится чертовщина и пропадают люди. Население деревни Нижней Шондовичи составляет всего лишь 8 человек. Правда, по сценарию фильма это место называется Чудиного, и живут здесь только трое главных героев. Нашли это место абсолютно случайно, поехали искать место для съемок, заблудились и увидели вот это все. Поняли, что фильм нужно снимать именно тут. Есть вся фактура. Умирающая деревня и живущие в ней живые люди. Населяют этот дивный край вепсы. Небольшая народность русского севера находится на грани вымирания. К незваным гостям они поначалу отнеслись осторожно, но вскоре привыкли и начали помогать съемочной группе. Но здесь осталась доброта и душа. Та прелесть, о которой они писали и пишут, и, наверное, будут писать люди о той непонятной, доброй, загадочной русской душе. Здесь в каждом доме улыбаются, где бы ты ни остановился, в лесу люди идут, готовы помочь чем угодно. Производство фильмов в Шондовичах планируют закончить уже 8 сентября. Тогда же и вся съемочная группа отправится по домам. Останутся в деревне только баба Галя, ее муж Иваныч, да еще несколько вепсов. На память им обещали прислать фотографии и диски с уже готовым фильмом. Антон Старков, Светлана Шанькова, Life78.